МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но с 2016-го дату празднования перенесли на 22-е число. В этом выпуске. Гордый и красивый, ты стоишь на солнечной земле. Десногорск, ты город наш любимый. Самый лучший город на Десне. Лучшие из лучших. Школьников наградили за победу в конкурсе «Слава Созидателям». Данный инструктаж мы проводим ежеквартально. Для того, чтобы наши граждане видели, что в городе есть сотрудники полиции, которые готовы прийти на помощь. К борьбе с преступностью готовы. В Десногорске прошел строевой смотр полицейских. В Смоленске обнаружили нелегальный алкогольный мини-завод на дому. На мой взгляд, каждое выступление было сегодня просто блестящим. Струны, смечки и клавиши. Десногорские музыканты встретили Новый год с песней. Об этих и других новостях подробнее. Смоленская областная дума приняла основной финансовый документ области на 2019 год. За бюджет, внесенный губернатором, проголосовало большинство депутатов. Доходная и расходная части бюджета на будущий год составят 44,5 миллиарда рублей. Бюджет будет сбалансированным и бездефицитным. Сохранит свою социальную направленность. Завершающее в этом году заседание думы стало рекордным по числу рассмотренных вопросов. В повестке одного дня их было более 80. 22 видеоролика. Десногорские ребята представили в этом году на всероссийский конкурс «Слава Созидателям». Этот проект инициирован в 2016 году госкорпорацией «Росатом». Участие в конкурсе – уникальная возможность для ребят глубже узнать историю своего города, градообразующего предприятия и атомной отрасли. 20 декабря в Доме детского творчества состоялось торжественное награждение победителей муниципального этапа. Мероприятие посетили не только школьники и участники видеороликов, но и руководители города. Заместитель главы Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева приняли участие в торжественном награждении. Все конкурсанты получили благодарственные письма и памятные сувениры. Подарок для всех гостей и воспитанники Дома детского творчества подготовили концертные номера. «У Володи в огороде расцветает белый мак, все ребята пошлинились, а Володя хоть и так, хоть и так, хоть и так, а Володя хоть и так». Для меня большая честь участвует в этом конкурсе. Я как-то больше узнал свою историю и узнал, как все люди строили этот город. Пятиклассник Егор Кириенков участвует в масштабном всероссийском конкурсе. В первый раз он записал видеоинтервью с работником предприятия «Атомтранс» Александром Галимовым. Его работа отправлена на федеральный этап конкурса. «Очень нравится, что молодое поколение детям, они встречаются с первыми строителями, работниками станции. Это есть воспитательная такая хорошая, воспитательный процесс». Всего на федеральном этапе Десногорск представят пять видеороликов. О важности и необходимости этого конкурса высказались и почетные гости мероприятия. «Этот конкурс позволяет нашим детям узнать историю нашего города и обратить внимание на тех людей, которые по тем или иным причинам были немножко, скажем так, забыты». На мероприятие наградили ребят, которые приняли участие и в других творческих конкурсах. Это «Белые журавлята России», «Поют тебя, моё Отечество» и фотоакция «Слава Созидателям Слава». За активную работу по вовлечению детей в написание истории нашего города награждены благодарственными письмами и педагоги. Почетными грамотами Комитета по образованию за большой вклад в дело гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения удостоены Нина Васильевна Попова и Валентина Михайловна Рожкова. Алина Сазонтова, Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Два новых инвестиционных проекта запланировано реализовать в будущем году на Смоленщине. Уже скоро вступит в силу российский запрет на использование ламп накаливания и других традиционных источников света. Смоленский производитель «Лампочек» полностью модернизирует своё производство. Предприятие обратилось с просьбой о поддержке инвестиционного проекта по изготовлению светодиодных приборов. Его стоимость составляет более 200 миллионов рублей. Второй проект реализуют в Десногорске. Производство полимерной упаковки намерено расширить номенклатуру товаров и создать 19 рабочих мест. Оба проекта уже прошли финансовую и коммерческую экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов и их добровольные помощники в очередной раз подтвердили свою готовность к охране порядка в городе. Как прошла встреча, смотрите в сюжете. Шагом марш! Шагом марш! Кругом! Есть сотрудники полиции, которые готовы прийти на помощь и оказать в любом каком-нибудь административном правонарушении или это будет преступление, чтобы граждане знали, что имеют защиту, законность и порядок в нашем городе. Глава города положительно оценил готовность стражей порядка, призвал жителей быть уверенными в своих защитниках. Наши жители должны на это дело реагировать довольно-таки спокойно, сдержанно, потому что данные сотрудники правоохранительных органов стоят на защите их законных интересов. В завершении сотрудников полиции проинформировали о преступлениях на территории района, поставили цели и задачи на предстоящее дежурство. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Опасная элитная водка, коньяк и другие спиртные напитки могли оказаться на новогоднем столе «Смолян». Сотрудники полиции прикрыли незаконное производство и хранение немаркированной алкогольной продукции. Не выходя из дома, житель Смоленска изготовил более двух тысяч бутылок различных марок. Ничего общего с элитными напитками, кроме этикеток, экспертиза не обнаружила. Специалисты установили, что в бутылках находится спиртосодержащая жидкость, которая по крепости и составу не является ни водкой, ни коньяком. Общая стоимость, произведенная жителем Смоленска, немаркированной продукции составила более 800 тысяч рублей. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Смоленской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью пятой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыть товаров и продукции без маркировки и или нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». За совершение преступления подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет. Смоленские студенты вступают в борьбу за членство в Ассоциации зеленых вузов России. Победителей ждет поездка в Москву на всероссийский студенческий слет с участием лидеров эко-проектов. Далее – стажировка в Индии и США. В качестве задания участникам предложены квесты по разделению сбора отходов и бережному отношению к лесу. Десять команд лидеров каждого из квестов получат эко-призы и возможность дальнейшего развития в этой сфере. 20 декабря в детской музыкальной школе города состоялся отчетный концерт «Новогодний серпантин». С волшебными номерами на сцене актового зала выступили лучшие ученики школы. Подробности в следующем сюжете. Юные дарования подвели итоги своего труда за первое полугодие учебного года. Они продемонстрировали свое мастерство не только учителям, но и самым дорогим зрителям, родителям и бабушкам. Уютный зал был переполнен гостями. Концерт вылился в настоящий праздник новогодней песни. Участники торжественного мероприятия насладились и выступлениями хореографических коллективов школы искусств. На мой взгляд, каждое выступление было сегодня просто блестящим. Мне самой было радостно и я испытывала огромное счастье слышать это после яркого объявления, еще более яркое выступление каждого участника. А еще это наша любимая форма празднования Нового года в едином творческом процессе на сцене под аплодисменты наших чутких зрителей. Необычные инструментальные номера и артистизм учеников заставили зрителей с большим интересом следить за тем, что происходит на сцене. Они с нетерпением ожидали каждый следующий музыкальный номер. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Завершился праздник трогательным выступлением фольклорного ансамбля «Белый свет». Этот номер еще раз продемонстрировал особый талант учеников и мастерство их руководителей. Звонкие голоса детей наполнили души гостей волшебством музыки и песни. Виталий Волко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета. Елка – главный атрибут новогоднего праздника. Ее наряжают 82% жителей страны. По данным социологов, 4% россиян не выбрасывают новогоднюю елку до лета. 11% респондентов признались, что не готовы расстаться с главным символом зимних праздников до марта. 60% опрошенных уже в феврале избавляются от всех символов Нового года. Елочные игрушки у большинства опрошенных передаются по наследству. В Десногорске подготовка к Новому году идет полным ходом. Напротив здания администрации уже установлена еще одна лесная красавица. Новые разноцветные шары и гирлянды, купленные властями в этом году, заняли на елке свои почетные места. Делать селфи и водить хороводы приглашаются все желающие. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disneydefistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения!